Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот так, поближе, лучше будет. Ну-ка, у меня рыжая-то не видать даже. Опа, вот она у меня как, я ее на руках буду держать. Откровение, 10 глава, 1 стих. И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные. Толкование. Здесь Иоанн видит другого ангела, ранее ему еще не являвшегося. Это один из высших ангелов Божиих, посланников Всевышнего. Определить же точнее, какой именно этот ангел представляет сотрудный. Этот ангел показан другим или новым и сильным. Ангел является сходящим с неба, как посланник Бога Небесного, возвещающий земле волю и определение небес. Не надо думать, что Иоанн теперь уже на земле, потому что видит сходящего с неба ангела. Восхищенному на небо духу Иоанна равно открывались картины и неба, и земли, и преисподних мест. И вот взору тайновидца является вид ангела, облеченного облаком для обнаружения большей славы и величия. Над головой его была радуга, но эта радуга была не сморгдовая, как вокруг престола сидящего. Открывение 4 глава 3 стих. Прочитаю, сморгдовая или какая? Сморагдовая. Сморагд. Сморагдовая. Сморагдовая. Сморагдовая, да. Как вокруг престола сидящего. Открывение 4 глава 3 стих. А обычное, семицветное. Лицо ангела, как солнце, поэтому можно и представить себе здесь радугу, как преломление светоангельского лика в окружающем его облаке. Радуга – признак божественного милосердия и окончания суда. Так этот ангел является вестником кончины мира, близости грядущего суда, а по его окончании – излияние божественного милосердия на праведных и гнева на нечтивых, что особенно показывают ноги его, как столпы огненные. Так что мысль от божественного милосердия радуга переводится к мысли о воздаянии, об огне страшного суда, и гиены – ноги, как столпы огненные. Откровение 10 глава 2 стих. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую – на землю. Толкование. Рассмотрев внешний вид ангела, и видел я, Иоанн видит теперь, что в руке у него была книжка раскрытая. Андрей Кисарейский говорит, что книжка, как небольшая и очень мелко написанная, содержит, возможно, имена и даже нечтивых, бесчинствующих на земле и море. Определить содержание книжки трудно, но нельзя его и считать полностью неизвестным. Таинственная книга с семи печатями раскрыта. Откровение 5 глава 1 стих. И вот теперь в этой книге содержится еще то, что осталось нераскрытым после снятия семи печатей. Указание Иоанну после того, как он съел эту книжку, снова пророчествует. Стих 11. И говорит о том, что дальнейшие главы с 11 являют собой содержание этой книжки. Была большая запечатанная книга. Откровение 5 глава 1 стих. А теперь уже только маленькая книжка. Это подобно тому, как календарь в начале года толстый, но вот идет время, отрываются листочки. И к концу года уже тоненький календарик. Скоро конец. Ангел является как громадный колос, поставляющий одну ногу на море, другую на сушу. Он все покоряет наступающему суду Божию. Ничто и никто не укроется от огня божественного суда. Иносказательно море означает все племена и народы из язычников. Сравните Откровение 17 глава 15 стих. А земля – израильский народ. И всех покоряет ангел. Откровение 10 глава 3 стих. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Толкование. Это подобно, как у пророка Осии сказано. Как лев он даст глаз свой, даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны с запада. Встрепенутся из Египта, как птицы из земли осирийской, как голуби. Пророк Осия 11 глава 10 стих. Этот возглас ангела послужит как бы сигналом к суду и к дальнейшему раскрытию пророческих явлений. Лев начал рыкать. Кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Амус 3 глава 8 стих. Как бы семикратным эхом отозвался возглас этого ангела во вселенной. Эти семь громов можно представить и как совокупность громов, которыми как бы отозвались на возглас ангела все семь небес, существующие по еврейскому верованию. Это и семь известных из фалма 28 божественных глазов. Семь громов нельзя себе представлять, как обыкновенные раскаты грома, не имеющие ничего общего с членом раздельной речью. Громы проговорили, это была речь, которую Ян понял, ибо хотел записать, что они сказали. Стих 4. Но речь голосов была подобна небесным громам. Этим указывается, что страшно будет наказание. Если же кроткий ангел вызвал болезнь пророка Даниила, то каковы действия от этого ангела? Под семью громами можно разуметь или семь голосов этого самого угрожающего ангела, или, что более вероятно, это суть семь голосов других ангелов, которые предзвещают о будущем. Этот ангел воскликнул, а семяных громогласно вторит ему. Во всем этом блаженный Дионисий видят небесную иерархию, подчиненность одних ангелов другим. На небе все происходит по божественному чину. Откровение 10 глава 4 стих. «И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего» толкования. Иоанн отчетливо понял сказанное семью громами, нежели это записать, пожелал это записать, но небесный голос запретил ему это сделать и приказал вскрыть. Тайна эта должна остаться до последнего времени, которая своими событиями и изъяснит ее. Подобное было некогда сказано пророку Даниилу. «А ты, Даниил, скрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Даниил 12 глава 4-9 стих. «Так, уходя с земли, Даниил и Иоанн, тайновидцы Божии, унесли с собой эти тайны, и только сама кончина века их раскроет». Откровение 10 глава 5-6 стих. «И ангел, которого видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет». Толкование. Иоанн описывал теперь клятву ангела. Для чего клялся ангел? Для большего усиления впечатления об откровении о непреложности божественного определения относительно предстоящего суда над миром. А также по причине нашего неверия поклялся создателем. Эта картина напоминает нам того мужа в льной одежде, которого пророк Даниил также видел клянущимся. «И слышал я, как муж в льной одежде, находившийся над водами рек, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим во веки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенному не сложению силы народа святого все это свершится». Даниил 12 глава 7 стих. «Здесь же ангел поднял одну только руку к небу, ибо в другой находилась книжка, и клялся живущим во веки веков, то есть самим Богом». В Евреям 6 главе 13 стихе читаем «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог в ничем высшем клясться, клялся самим собою. И ангелом мы видим здесь клянущимся Создателем. Писание дозволяло только клятву именем Божиим. Господа Бога твое убойся, и Ему одному служи, Его именем клянись». Второзаконие 6 глава 13 стих. «Всякая же иная клятва, чем бы то ни было, и чем именем бы то ни было совершено, запрещается» Матфея 5 глава с 34 по 37 стих. «В важных делах дозволительно призывать имя Божьего свидетельство истинности своих слов. Ангел клянется здесь Богом, называя Его живущим во веки веков, и Творцом неба, земли, моря и все, что в них». Указая именно на эти свойства Божии, ангел подчеркивает те самым, что Бог, как всемогущий Творец, может довести свое творение до конечной цели, бытия всякой твари. Содержание самой клятвы делится на две части. Первая часть. Ангел клянется Всевышним, что времени уже не будет. Вполне таинственный смысл этих слов нам, пожалуй, и не раскрыт. Но вот несколько указаний на значение этих слов. Во-первых, этими словами указывается, что после шестого трубного глаза, без всякого промедления, скоро последует глаз седьмой трубы, и тогда непреложно наступит конец. Круг земного времени кончится, история всей Вселенной придет к концу. Этого земного времени уже не будет, а значит, во-вторых, кончится и возвещенное спасителем. Лето Господне благоприятное. Луки, 4 глава, 19 стих. Сегодня день благодати. Сегодня можешь покаяться и совершать свое спасение. Если не сделаешь этого сегодня, тогда будет поздно. Тогда будешь с неразумным демом стучать в двери небесного чертога, но они будут закрыты. Времени уже не будет. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Иеремия, 8 глава, 20 стих. О грешник, к Иисусу приди! Во-вторых, здесь можно усматривать указания на вечность. В эту тайну наш разум сейчас еще проникнуть не может. Сейчас есть время. Все существует во времени. Собственно, время – это форма существования всего материального. Было, есть, будет, этому подтверждено все. Мы летим. Псалом 89, 10 стих. Во времени. Суточный круг, годичный круг – все указывает на время. И вот вечность. Время не будет формой вечного бытия. Это будет вневременное бытие. Не будет самого времени как такового. Какое-то понятие об этом дает теория относительности Эйнштейна, когда говорит о прекращении хода времени при движении со скоростью света. «Потому там и не будет солнца и луны». Откровение 22 глава 5 стих. «Ибо не будет кругов времени. Все это великая тайна, непостижимая разумом». Откровение 10 глава 7 стих. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Толкование. Это вторая часть клятвы. Почему времени уже не будет? Потому что совершится тайна Божия. Это домостроительство спасения, а тайны Божиих от века утаённых, но открытых пророкам и апостолам. Дух Святой, гологоловший в пророках, благовествовал рабам своим пророкам. Весть о завершении тайны домостроительства спасения называется благовестием по причине покоя и блаженства, которые имеют наследовать праведные. Для нечестивых труба 7 гласа ангел возвестят конец лета благоприятного и начало суда и вечных мук. Для них это будет страшная весть». Откровение 10 глава 8 стих. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Толкование. Иоанн слышит здесь голос, которого он уже ранее слышал. Стих 4. «Это был голос некоторой высшей ангельской силы с неба. Он повелевает Иоанну подойти к ангелу, стоящему на море и на земле, и взять у него раскрытую книжку, то есть принять разумение содержания книжки и все уявленное ему в этом видении». Откровение 10 глава 9-10 стих. «И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее, она будет горька во чреве твоем, но в устах твоей будет сладка, как мед». «И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горькая стала во чреве моем». Толкование. Интересно и дивно, как маленький человек Иоанн подходит к ангелу, этому громаднейшему голосу, поставившему одну ногу на море, другую на сушу, и дерзновенно просит и принимает от ангела книжку. Да и книжка эта, казавшаяся маленькой в руке ангела колоса, не была ли весьма велика для человека Иоанна? Но по небесному повелению Иоанн делает это. Так и мы, малые, ничтожные, по слову и обетованию Божию, можем приступить к великому и важному. Ты, малый человек, призываешься вкусить и познать великие таинства и благодеяния Божии. Грешный по небесному глазу приступать к святому, земной к небесному. Апостол Иоанн переживает здесь нечто отличное от того, что имел ранее. До этого он все откровения воспринимал глазами видения и ушами, слышал голоса и речи. Теперь же он призывается получить пророческое видение посредством вкусового ощущения, ибо должен не прочитать книжку, а съесть ее. Это подобно тому, как и древнему пророку Иезекиилю было дано съесть книжный свиток, и было сладко в устах его. Иезекииль, 2 глава, 8 стих, 3-й стих. Что же дано было познать святому тайновидцу Иоанну? Книжка в устах Иоанна была сладка, как мед. Когда же сел ее, то горько стало во чреве его. Что это означает? Через действие книжки во устах и чреве пророка открыто было различное. Первое. Сладким было содержание книжки, лишь для уст при восприятии, но при дальнейшем усвоении, когда оно стало ясным Иоанну в подробностях, то стало горьким. Второе. Это указание на то, что содержание книжки было отчасти сладким, а отчасти горьким. Третье. В ощущении сладости отношение пророка Иоанна к Богу, а в ощущении горечи его отношение к миру. Исайя 6 глава 7 стих, Иеремия 1 глава 9 стих и 1 Коринфянам 6 глава 13 стих. Четвертое. Более всего этого разуметь случившееся с пророком надлежит так. Устая Иоанна означает пророка. Как пророку ему сладко было получить новое откровение. Как сладкие гортани мои, слова твои, лучи меда устам мои. Псалом 118, 103 стих. Но для чрева, для чувств, для человека Иоанна горько было познать содержащего этого откровения, говорящего о великих наказаниях и мучениях ожидающих людей. Еще нечто сокрыто в этом. Не зрением и слухом только, а самими ощущениями дается Иоанну познать действия греха. Когда вкушаем, совершаем грех, то бывает сладко, но горькие последствия. Вот сладость греха блудника. Сладко ему удовлетворять свою похоть. Горькие последствия. Разрушены семьи, слезы, аборты, безотцовщина. Сладкие пьяные ночи, но горькие плоды зачатия в пьяном состоянии. Наполняется мир слаборазвитыми, порочными, дебильными. Сладко было во рту, горько во чреве. А вот другой грех, сладострастие. Сладко во рту, роскошная и жирная пища, но горько во чреве, тяжести и боли от объедения, непомерная обременяющая тучность, болезни, плотские страсти, низменные желания. Сладкие пляски, увеселение, зрелище, но горькие и тошные их последствия. Избави нас, Господь, от всех этих сладостей, дабы не вкусить их горечи. Откровение, 10 глава, 11 стих. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчество о народах и племенах, и языках, и царях многих. Толкование. Эти слова, сказанные Яну, могут быть по-разному понимаемы. Во-первых, это означает, что видение ангела, клянувшегося, что после седьмой трубы времени уже не будет, не последнее. Апостолу Яну належит получить еще ряд откровений о судьбах многих народов, племен, языков и царей мира. Эти откровения и записаны в дальнейших главах. Во-вторых, это означает, что не тотчас же после того, как Иоанн получит свое откровение на острове Патмос, все виденное и слышанное им исполнится, как это думали многие первые христиане. После получения откровения святому Яну надлежало еще пророчествовать, еще проповедовать народам и в частности написать свое дивное Евангелие. Есть еще и иное, таинственное понимание этих слов. Святая Церковь содержит такое предание, что когда настало время от шести апостола Яна к Богу, он удалился за пределы Эфеса с семью своими учениками и повелел приготовить для себя в земле крестообразную могилу, в которую лег, сказав ученикам, чтобы они его засыпали землей. Ученики с плачем целовали своего любимого наставника, но не решая сослушаться, исполнили его повеление. Они закрыли лицо святого платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но ничего в ней не нашли. Каждый год из могилы святого апостола Яна 8 мая выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись им от болезней. Так родилось поверье, что апостол Ян не умер обычной смертью, и что ему належит еще в кончину века ко времени Антихриста снова прийти в мир и опять пророчествовать. Еще раз исполнить служение пророка, препятствовать прелестям Антихриста, а потом уже претерпеть истинную мученическую смерть. Откровение 11 глава, 1 стих. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющийся в нем». Толкование. Конструкция этого выражения на греческом языке несколько своеобразна, и трудно определить, кто именно здесь является говорящим. Есть несколько предположений. Говорящей здесь является сама трость. Это особенно передано в славянском переводе. «И дана мне быть трость, подобную жезлу, глаголе», то есть глаголит сама трость. Этим указывается, что даже таким видимым Иоанном предметом, как трость, жертвенник, престол, являются разумными и измеряются ангельским разумением. Или же слова эти принадлежат подающему трость ангелу, который говорит Иоанну, что он должен сделать с этой тростью. Говорящим здесь можно разуметь и самого Бога. На это указывает стих 3. «И дам двум свидетелям моим, а ведь голос в первом и в третьем стихах один и тот же. Трость, подобная жезлу, то есть большая и тяжелая, и имела значение известная единица измерения протяженности. Это может быть сопоставлено с пророчеством Иезекииля, где прямо говорится о трости измерения. Иезекииль, 40 глава, 3 стих. Откровение, 11 глава, 2 стих. «А внешний двор храма исключи, и не измеляй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца». Толкование. Говорящий призывает Иоанна, «Встань тут же, неотложно начни делать, что повелю тебе, измерь храм Божий и прочее». В пророческой символике измерение может иметь различное значение. Оно является первое, назначением измеряемого к погибели. Исайя, 34 глава, 11 стих. Даниил, 5 глава, 25, с 25 по 27 стих. Амос, 7 глава, с 7 по 9 стих. 2 указанием на постройку. Иезекииль, 43 глава, с 10 по 11 стих. Захария, 2 глава, со 2 по 5 стих. Описанием измеряемого. Иезекииль, 40 глава, 3 стих. Откровение, 21 глава, 15 стих. 4 разумением измеряемого. Эфесянам, 3 глава, 18 и 19 стих. 5 определением границ с целью сохранения и сообщения неприкосновенности измеренному. Разделение земли израильской и Иисусом новином. Строгие разменения из кинии и храма. В нашем случае измерение храма и прочего иоанам имеет 3, 4 и 5 это значение описание, разумение, запечатление и отделение измеряемого. Три предмета предстают перед Иоанном, который он должен измерить и 4, которого он наоборот не должен измерять, но исключить его. Измерить предстоит 1. Храм Божий. 2. Жертвенник. 3. Поклоняющийся в нем. Неизмерен и подтвержден исключению должен быть внешний двор храма. Что это означает? Явленный взором тайны зрителя надлежит себе представлять так. Вот перед нами стоит Иерусалимский храм, отстроенный царем Иродом. Храм это собственно святое и святое святых, важнейшая и непременная часть храма, как местилище священных предметов, где свершается главнейшее священнодействие. Жертвенник здесь имеется в виду медный жертвенник всесожжения, стоявший во внутреннем дворе храма. А внутреннем дворе здесь Иоанн совсем умалчивает. Поэтому под жертвенником можно разуметь не только сам жертвенник, но и место, где он находился, то есть внутренний двор. Во внутреннем дворе находились и медный жертвенник всесожжений и медное море умывальница. И поклоняющийся в нем имеется в виду поклоняющийся в самом храме святом и святом святых. И у жертвенника, то есть во внутреннем дворе, доступном только священникам и левитам. В храме Ирода были еще двор израилев и двор женщин как части внутреннего дворца. Второе параллельпомион 23 глава 5 стих. Так что они и есть поклоняющиеся в нем. Они были священны и отделены от народа и празелитов, молившихся во внешнем дворе. Внешний двор дан язычникам, ибо они имели в него доступ, иначе и назывался двор язычников. Этих, не посвященных Богу, Иоанну, не должно было измерять, но исключить. Пророческое измерение храма имеет двоякое значение. Во-первых, истолковать можно так, храм Божий это ветхозаветная церковь, имеющая свой храм в Иерусалиме и свой жертвенник в нем. Поклоняющийся в нем это иудеи, поклонявшиеся единому истинному Богу Ягве. Ветхий завет это через ангелов возвещенное слово. И время 2 глава 2 стих. Оно и описывается здесь как ангельское измерение храма, ангельское разумение ветхозаветного служения и учения. Внешний двор это новозаветная церковь, ее исключи, она отделяется, ибо с переменную священства необходимо быть переменить закона. Посланник евреям 7 глава 12 стих. Проходит старое, исключается ветхое, начинается новое. Об этом сказано «Не измеряй, ибо неизмерим богатство нового завета». Ветхий завет был дан через ангелов, и они измерили его своим разумением. Новый же завет это то, во что желают проникнут ангелы. 1 Петра 1 глава 12 стих. Своим разумением, но не могут, неизмеримо. Язычники имеются ввиду необязательные долбоклонники, а вообще все безбожники и нечестивцы не имеющие истинной веры или от всякой веры отпавшие, язычники будут попирать святой город 42 месяца. Нет никакого основания по 42 месяцам разуметь не буквально 42 месяца 3,5 года, а неопределенный промежуток времени или мистическое число, или 1260 лет 42 месяца равно 1960 дней. Здесь надо буквально разуметь промежуток времени в 3,5 года. Это будет время великой скорби антихристовой. Со времени разрушения Иерусалимского храма римскими императорами Веспансианом Этитом в 70-м году иудейский народ за свой страшный грех отвержения распятого мессии рассеиваться среди всех народов. Храма нет, прекращена жертва, нет иудейской церкви, осталась только синагога. Сболись слова Христа в Иерусалимском храме. Все оставляются вам дом ваш пуст. Матфея 23-й глава 38-й стих. И не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Матфея 24-й глава 2-й стих. Но так будет не всегда. Апостол Павел пишет, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Римлянам 11-й глава 25-й стих. Кончится время язычников, кончится растение евреев среди народов. Об этом говорил и Спаситель, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Луки 21-й глава 24-й стих. По окончании же времени язычников, времени благоприятного для всех народов, снова соберутся со всех концов евреи на родину, восстановят свое государство и свой храм в Иерусалиме. И будет в тот день Господь снова простет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Исайя 11-й глава 11-й 12-й стих. Особенно же ясно об этом пророчествовал пророк Иеремия. Он спрятал в горе Нево, ковчег завета. В храме Заравеля Ирода, ковчега святом святых, уже не было. Некоторые пытались найти его. Когда же Иеремия узнал о сём, то, опрекая их, сказал, что это место останется неизвестным. Да коли Бог, умилосердившись, не соберет сонму народа. И тогда Господь покажет его, и явится слава Господня и облако, как явилось при Моисее, как и Соломон просил, чтобы особенно светилось место. 2 Макавейская, 2 глава, 7-8 стих. Вот этот восстановленный Иерусалимский храм иудеев и будет по пирам 3,5 года Антихристом. Об этом и пишет апостол Павел, что Антихрист, человек греха и сын погибели, в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя, как за Бога. 2 Фессаллокийцам, 2 глава, 4 стих. Храма Божьем, в котором сядет Антихрист, может быть, или христианская церковь, или еврейский храм, ибо иные храмы не могут быть признаны как храмы Бога истинного. Но в христианской церкви он не сядет по обетованию Христа, что врата ада не одолеют ее. Матфея, 16 глава, 18 стих. Значит, сядет он в еврейском храме. И дальше действительно мы увидим Антихриста, царствующего в Иерусалиме. Откровение 11 глава, 8 стих. Приведем свидетельство отцов церкви об этом. Святой Андрей Кисарийский, И Антихрист воссядет в храме Божием или в еврейском издревле божественном разрушенном задерживать против Христа и от него Антихриста вновь восстановится имеющего пожидания богоборцев и евдеев. Святой Иппалит Римский И тот Антихрист восстановит каменный храм в Иерусалиме Слово о кончине мира Лист 30 и при исполнении гнева поразит трех великих царей Египетского Ливийского и Фиопского и после этого начнет строить храм Иерусалимский поспешно его восстановит и отдаст иудеям Слово о кончине мира Лист 25 Святой Ефрем Сирин более же скверные иудеи чтить его начнут и радоваться царству его ибо их будет почитать и место и храм И возлюбит антихрист весьма еврейский народ ибо в Иерусалиме обоснуется и храм их восстановит Синоксарь недели мясопустной Святой Кирилл Иерусалимский Так что в храме сядет в какой же церкви разумеем разорен иудейский храм да не будет того чтобы разумелся сей храм в котором мы но для чего говорим это да не подумают события на Ближнем на Ближнем Востоке на собирание евреев из других стран в свою землю на воссоздание 1948 году государства Израиля после 1978 лет рассеяния это время рассечения и отвержения Израиля примерно равно благодатному времени Израиля от Абрама до Христа глядя на объявление Иерусалима столицей на преобразование в государстве задаемся вопросом а не кончится ли время язычников и не скоро ли восстановится храм в Иерусалиме не близок ли Антихрист это пророческое измерение храма имеет и иное толкование более подходящее к рассматриваемому нами тексту храм Божий это христианская церковь дом духовный священство святое 1 Петра 2 глава 5 стих как и апостол Павел говорит христианам вы храм Божий 1 Калимфинам 6 глава 16 стих жертвенник это бескровная евхаристическая жертва всегда совершаема в христианских алтарях поклоняющиеся в нем это истинные поклонники поклоняющиеся в духе истины как в Ветхом Завете во внутреннем дворе поклонялись только священники и левиты освященные для этого служения и отделенные от народа так и христиане священство святое в род избранный царственное священство народ святой люди взятые в удел 1 Петра 2 глава 5-9 стих церковь церковь и поклоняющиеся в ней должны быть измерены подлежат ангельскому разумению как мы и читаем что ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия Эфесянам 3 глава 10 стих церковь измерена избрана и отделена ибо познал Господь своих 2 Тимофея 2 глава 19 стих это и означено тем что внешний двор храма мир внешней от церкви мир языческий безбожный антихристианский его исключи и не измеряй ибо какое общение праведного с беззаконием что общего света с тмою какое согласие между Христом и Велиаром или какое соучастие верного с неверным какая совместимость храма Божия верного с неверным какая совместимость храма Божия с идолами ибо вы храм Бога живаго и потому выйдите из среды их и отделитесь 2 Коринфянам 6 глава 14 по 17 стих храм Божий церковь познанный и запечатлены Богом измерены мерою благодати внешний двор не познан Богом поклоняющихся в нем безбожные люди услышат некогда от Всевышнего я никогда не знал не знал вас отойдите от меня Матфея 7 глава 23 стих интересно посмотреть на историческое осуществление явленного здесь яну первое христианство действительно было полностью отделено от внешнего мира который дан язычникам об отношении христианского общества и внешнего мира ясно говорят такие слова и из посторонних же никто не смел пристать к ним деяние 5 глава 13 стих христианство в язычеке империи было как бы государством государстве далее христианство растет побеждает христианство кроме своих мучеников и своей истиной и само его государство становится христианским государство воцерковляется воцерковляется все стороны жизни крещение принимает уже не просто отдельные личности а вместе со своими князьями целые народы вот несколько множества примеров в 864 году крещение князя Бориса и Болгария в 966 году крещение князя Мятислава и Польши в 988 году крещение князя князем Владимиром Руси теперь мы уже видим не просто христиан а целые христианские нации и государства не остается пожалуй никакая сторона государственной политической военной гражданской бытовой трудовой семейной нравственной культурной жизни которая бы не была воцерковлена вся жизнь того времени мыслится только в культе вне культа нет ничего вне церкви остались только язычники мусульмане и евреи в шестнадцатом веке уже полагает начало расслабления общества в области познания от откровения к разуму от святых отцов и церкви как учительницы народов к ученым и академии от вечных долг зыбкому прогрессу науки ведущему к самоуничтожению общества заражение и разрушение природы оружие могущее уничтожить весь мир в области искусства от церковного пения храмовой архитектуры и иконописи является земным небо чувственным искусством эпохи возрождения а далее к преисподним новинкам искусства двадцатого века в области политической воли от теократии человекоправлению от послушания церкви помазанному царю к бунту против всех первой революции Нидерланды 1572 по 1579 год в области религиозной от церкви к протестантизму от протестантизма к рационализму от рационализма к атеизму это основные вехи исторического осуществления которых не столько просто не столь просто и не надо представлять их в виде буквального и строгого исполнения начертанной нами схемы еще в прошлом веке не было строго границы между благочестием и нечестием верой и неверием и богословы еще не могли себе представить как же снова произойдет от разделения как снова церковь отторгнется от государства и общества и снова как некогда в первохристианские времена представить собой общество в обществе храм отделится от внешнего двора основным событием в этом процессе явилась пожалуй октябрьская революция в России в 1917 году издается декрет об отделении церкви от государства общество становится безрелигиозным и безбожным внешним двором уже не подлежащим божественному измерению церковь опять замкнутое исключенное общество внешний двор дан язычникам но еще не вполне еще расшают спасительные потоки церкви уже иссушенные безбожьим земли церковь еще не вполне отторгнута от общества и в иных странах еще играет значительную роль но как быстро из святой Руси получилось безбожное так быстро все может измениться и повсюду и наступят те 42 месяца в которые язычники общества антихриста будут попирать снятый город то есть церковь святый город то есть церковь сейчас только внешний двор дан язычникам и они творят свои дела у себя дома хотя тут но там уже вспыхивают и гонения на христиан но настанет время антихриста и тогда не только внешнец внецерковный двор будет дан язычникам но будут попирать сам святый город церковь тогда снова окончательно как при апостолах церковь отделится и исключится и будет гонима сегодня люди из внешнего двора еще могут войти во внутренний и приобщиться благодати Божией тогда же будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку ища слово Господне и не найдут его амаз 8 глава 12 стих будет взят от среды удерживающей теперь 2 фисанокийцам 2-7 церковь будет в пустынях горах и пещерах далее Иоанн слышит как тот же голос продолжает ему говорить откровение 11 глава 3-4 стих и дам двум свидетелям моим и они будут пророчествовать 1260 дней будучи обличены во вредище это судьи маслины и два светильника стоящие перед Богом земли толкование в дополнение к этому приведем описание введения Захарии вот светильник весь из золота и чашечка для аллеи наверху его и 7 лампад на нем и по 7 трубочек у лампад которые наверху его и 2 маслины на нем одна с правой стороны чашечки другая с левой стороны ее и сказал ему ангел и сказал ему ангел что значит те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его что значит 2 маслины масляничной ветви которые через 2 золотые трубки изливают из себя золото и сказал он в скобках ангел это 2 помазанных илеем предстоящих Господу всей земли Захария 4 глава 2 3 стих так Иоанн Богослов и пророк Захария видят что в последнее время восстанут два свидетеля два светильника две маслины два помазанных илеем Духа Святого которые будут предстоять Господу всей земли и пророчествовать всем народом 1260 дней иудейский год исчисляется в 360 дней 1260 равно 360 умножить на 3,5 то есть имеем срок в 3,5 года то что здесь идет речь не о каком-то неопределенном промежутке времени следует от самой точности выражения доходящей до указания такой малой единицы как день в таком большом количестве как 1260 неопределенный промежуток времени был бы означен каким-нибудь круглым числом святые отцы разумели здесь буквально промежуток времени в 3,5 года это будет кончину века ко времени антихриста как эти 3,5 года пророчествования двух свидетелей соотносятся с 3,5 годами царствования антихриста по мнению святого Ипполита Римского и указанию Синоксари недели Месопустной сначала будет 3,5 года пророков а потом 3,5 года антихриста всего одна седмица 7 лет однако ясно и то что какое-то время деятельность будет одновременной возможно что как раз до окончательного воцарения антихриста о том страшном времени когда сатана связанный Христом на Голговском кресте снова будет отпущен когда кладезь бездны и все силы ада выплеснут свои мерзости на землю когда тьма хуже египетской окутать землю можно спросить кто устоит кто сохранится и вот к этому времени относится еще один и последний могучий всплеск излияния силы Духа Святого о том возвещал еще древний пророк Яиль и будет после того излию от Духа Моего на всякую плоть и будут пророчествовать прежде нежели наступит день Господень великий и страшный Яиль 2 глава 28 31 стих это сбылось на апостолах Деяния 2 глава но пророк Яиль говорит еще о том что это сбудется перед страшным днем кончины века как некогда апостолы так теперь эти два свидетеля будут пророчествовать в великой силе Духа Святого это будут две маслины преисполненные божественным илеем Духа Святого это будут два светильника светящие во мраке антихристовой ночи чем ночь темнее тем ярче звезды соответственно болезни будут приложены в врачевание особо силен будет сатана в лице антихриста и лжепророка особо силен будет Господь в лице двух своих пророков антихрист и лжепророк будут тогда предстоять перед князем всей земли сатаной ибо ему она будет дана и Захария и Иоанн говорят что эти два пророка и свидетеля Илья и Инох смотрите ниже об этом будут стоять перед Богом земли а Бог выше князя кто же эти два свидетеля неверные такие понимания что это закон Евангелия если два завета церкви или церковь проповедующая и пророчествую или иудейство и язычество или символические личности и подобное этому противоречит как то что этим свидетелям прилагается в тексте личное местоимение так и указания на личные свойства и особенности а также описываемые события происходящие с ними как с конкретными людьми их смерть три с половиной дня будут лежать их трупы в Иерусалиме будет воскресенье и вознесение символические понимания никак с этим не сообразуются святые отцы разумели под этим двумя свидетелями конкретных двух людей пророков кто же они читаем у пророка Малахи вот я посылаю ангела моего и он приготовит путь перед тобою и внезапно придет в храм свой Господь которого вы ищете и ангел завета которого вы желаете ибо он идет говорит Господь цовов и кто выдержит день пришествия его и кто устоит когда он явится ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий толкование Малахи 3 глава 1-2 стих здесь мы видим что пришествию Господню должен предшествовать ангел вестник или предчеча который приготовит ему путь в первом пришествии Христа его ангелом был святой пророк Иоанн Креститель ибо он тот о котором написано си я послала ангела моего прелицент твоим который приготовит путь твой перед тобою Матфея 11 глава 10 стих но Малахия пишет еще о пришествии Господь Господь но Малахия пишет еще о пришествии Господа как огня расплавляющего а это уже о втором его пришествии на суд значит и второе пришествие Христово будет предварено предтечей сам же пророк Малахия отвечает вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением дня Господня великого и страшного и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их Малахия 4 глава 5 и 6 стих здесь уже ясно говорится что перед великим и страшным днем второго пришествия Христа должен явиться Илья пророк важно еще разобраться какое отношение имеет это пророчество к Иоанну Крестителю предтечи первого пришествия Христова читаем об этом и спросили ему ученики его как же книжники говорят что Ильи надлежит прийти прежде Иисус сказал им в ответ правда Илья должен прийти прежде и устроить все но говорю вам что Илья уже пришел и не узнали его а поступили с ним как хотели тогда ученики поняли что он говорил им об Иоанне Крестителе Матфея 17 глава с 10 по 13 стих евдеи правильно понимали что Христу должен предшествовать пророк Илья но они еще не умели различать первое и второе предшествие Христова поэтому Христос и не опровергать их мнение об Ильи но говорит что Илья уже пришел это Иоанн Креститель но вот евдеи спросили Иоанна Крестителя ты Илья он сказал нет Иван он сам отрицает ключ к решению этого вопроса дает нам сам Христос объясняя служение Иоанна Крестителя он говорит все пророки и закон пререкли до Иоанна если хотите принять он есть Илья которому должно прийти Матфея 11 глава 13 14 стих и как бы так говорит если вы так уж хотите чтобы был Илья то так он и есть Илья окончательный ответ на вопрос мы находим в Луки 1 глава 16 17 здесь ангел Господень говорит Захаре отцу Иоанна Крестителя о его сыне и многих из сыновей Израилев обратит к Господу Богу их и приедет пред ним в духе Исилии чтобы возвратить сердца отцов детям то есть Иоанн Креститель Илья Пророк это разные люди разные личности но Иоанн пришел в духе Исилии Ильи а поэтому если хотите принять он есть Илья как Иоанн приготовил Господу путь в первом его пришествии так Илья должен будет приготовить ему путь во втором пришествии почему же именно Илья Пророк должен приготовить ему путь а не какой-либо другой пророк например Елисей имеющий его дух вдвойне ныне в мире царствует всеобщий закон смерти человеком положено однажды умереть Евреям 9 глава 27 стих Илья же пророк не видел смерти но восхищен был огненными вихрями на колеснице с огненными конями Сираха 48 глава 9 стих И понес Илья вихри на небе 4 царств 2 глава 11 стих но в кончину века его должен будет покориться всеобщему закону смерти должен будет явиться пророчествовать и подвернуться смерти то же самое можно сказать и о ином пророке Енохе и ходил Енох пред Богом и не стало его потому что Бог взял его Бытие 5 глава 24 стих Енох угодил Господу и был взят на небо не было на земле никого из сотворенных подобно Еноху ибо он был восхищен от земли Сираха 44 глава 15 стих и 49 глава 16 стих Веру Енох переселен был так что не видел смерти и не стало его потому что Бог переселил его Евреям 11 глава 5 стих Итак Писание определенно говорит о предшествии в мир перед кончиной века Ильи пророка Под вторым же пророком святые отцы разумели Еноха как непретерпевшего подобно Илье смерти Святой Святой Полит Римский считал что вместе с пророками Ильей и Енохом явится апостол Ян Богослов Откровение 10 глава 11 стих Об этом и слова Спасителя Если я хочу чтобы он прибыл пока приду что тебе до того Иван Григорий от Яна 21 глава 22 23 стих Теперь обратимся к другому вопросу Какова цель пришествия пророков Ильи и Еноха В основном они придут для двух дел Первое дело Обращение евреев ко Христу Мы уже видели что в кончину века рассеяния Израиля на неприятие Христа кончится Евреи снова соберут свою страну и восстановят свой храм в Иерусалиме Но належит случиться еще большему Они обращаться ко Христу Вначале через евреев произойдет воцарение Антихриста Как о том говорил сам Господь Я пришел во имя Отца моего и не принимайте меня А если иной придет во имя свое то его примете Евангелие от Яна 5 глава 43 стих Этот иной которого вместо Христа примут евреи и есть Антихрист Через проповедь пророков Ильи и Еноха произойдет обращение евреев ко Христу Об этом так говорит пророк Малахия Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением дня Господня великого страшного и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их сердца отца к сыну и сердца человека к искреннему чтобы Ильи придут и поклонятся перед ногами твоими и познают что я возлюбил тебя Откровение 3 глава 19 стих об этом и Господь говорил Илья должен прийти прежде и устроить все Матфея 17 глава 11 стих Таким образом сбудутся слова апостола что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени пока войдет полное число язычников и так весь Израиль спасется как написано придется всего на избавитель и отвратить нечести от Якова Римлян 11 глава 25-26 стих Об этом обращении евреев ко Христу свидетельствовали и святые отцы Святой Ян Златоуст видишь точность пророческого изречения когда Ян назвал Илью Христос Илью Христос то назвал по причине сходства служения а чтобы ты не подумал что то же самое говорится и у пророка последний прессово купил и родину его называя Фиспетянином а Ян Фиспетянином не был вместе с тем он указывает и другой признак говоря да не придет да не пришед поражу землю в конец означает им второе страшное его пришествие и так означенные слова пророка показывают что Фиспетянин придет перед тем пришествием когда будет суд он вместе показывает и причину пришествия его что же это за причина чтобы он пришедший убедил иудеев уверовать во Христа и чтобы когда Христос придет не все они совершенно погибли потому то и Христос приводя им это на память сказал и устроит все то есть исправит неверие иудеев тогдашнего времени вот почему и пророк весьма точно сказал он не сказал устроит сердце сыну к отцу но отца к сыну так как отцы апостолов были иудеи то сказано обратит к учению сынов то есть апостолов сердца отцов то есть расположение народа иудейского толкование на Евангелие от Матфея беседа 47 преподобный Ян Дамаскин будут же посланы и ног Илья Фиспетянин и обратят сердца отцов к детям то есть синагогу к Господу нашему Иисусу Христу и к проповеди апостолов блаженный Феофилакт ибо ослепление пришло на Израиля почему и знак отнятия уха был на рабе пересвященника восстановление уха указа на будущее восстановление разумения израильтян которого они лишились ныне ибо Илья придет и приведет и ко Христу и их отцов соединит с нами сыновьями о чем пророчествовал Ималахи 4 глава 6 стих толкование на Ивангелие от Яна 18 глава Илья должен прийти прежде и устроить все когда придет Илья Фиспетянин он умерет непокорных иудеев и приведет их к вере и таким образом соделывается предчетча второго пришествия Христова ибо Илья должен устроить все и не будет тогда ни одного еврея неверующего но все поверят проповеди кто только услышит ее от Ильи Исайя провозглашает об Израиле хотя бы сыны Израиля были числом как песок морской только остаток спасется толкование спасутся не все израильтяне но достойны спасения таково свидетельство священного писания и святых отцов церкви события обращения евреев к кончину века ко Христу играют важную роль в домостроительстве спасения человечества и в вопросе об определении истинной религии истории свидетельствуют что в древности только евреи поклонялись единому живому невидимому Богу все остальные народы были идолопоклонниками существуют собственно говоря только три неязыческие религии иудейство христианство мусульманство к мировым религиям относится буддизм но надо ясно понимать то что буддизм является мировой религией еще не означает что он неязыческая религия более того буддизм можно назвать даже атеистической религией ибо он отрицает теизм отрицает Бога Творца Вседержителя и Спасителя буддизм есть язычество ибо совершает главный грех и главную ошибку идолопоклонства обождествление твари буддизм не знает единого Бога и вообще не знает Бога ему ведомы и облаготворяются космос люди достигшие определенного просветления Будды бодисаттвы бодисаттвы архаты а также признаются самые различные боги самых различных языческих верб сам Будда учил даже так пусть верующий совершает приношение божествам данной местности будучи уважены они уважают его будучи почтены боги почтут его к тому же известно четкое историческое возникновение буддизма в Индии 6-5 века до Рождества Христова Буддизм не изначальная религия его основатель царский сын Сидрахарх названный Буддой просветленным до этого в Индии было идолопоклонство в форме бархманской религии так что в вопросе об истинной религии участвовать могут фактически только три ветви монотеизма евдейство христианство мусульманство между этими верами выбирал в свое время святой князь Владимир мусульманство есть порождение иудея христианского древа оно возникает в Аравии в седьмом от Рождества Христова 622 году начало мусульманской эры бегство Магомета из Мекки в Медину основатель Магомет умер в 632 году к тому же мусульманство не самобытная религия а возникает на почве иудаизма христианства и христианских ересей зороастризма и различных арабских верований до этого у арабов также было илопоклонство так что возникнув исторически мусульманство не может претендовать на изначальность не может оно и претендовать на универсальность объединили мол все ценное до них бывшее ибо в офисе не включило в себя высшие ценности христианства о религии же евреев никто не может сказать что она возникла в определенный момент истории сколько история знает евреев столько и известно что они содержат ветхозаветную веру во единого бога Ягве священная история повествует что эту веру принял от самого бога первый человек Адам передал своему сыну Сифу и так далее эта вера дошла до Авраама Аврааму дается знак завета с богом обрезание и от него производится богоизбранный еврейский народ избранищество еврейского народа даже вне писания доказывать излишне в этом можно легко удостовериться через сравнение истории этого народа со всеми другими при Моисее на Синае бог заключает свой завет с еврейским народом и учреждает ветхозаветную церковь с ее храмом священством